Добрый вечер, уважаемая аудитория! Как уже сказали, меня зовут Олег Валерский. Я руководитель энтомологического кружка и коллога биологического центра Крестовский остров. Я сегодня буду говорить не совсем о своей любимой теме, моя любимая тема – насекомые, их разведение в неволе, но постараюсь показать вам, зачем хоть немножко знать о тримобитах вообще всяким разным биологам и уж тем более энтомологам. Вот, собственно говоря, наш замечательный центр, где я работаю. Но сейчас нас интересует не столько то, что происходит там внутри, сколько, как ни странно, само здание. Если бы мы к этому зданию подошли и посмотрели на те камни, которыми облицованы его стены, то на самом деле заметили бы там огромное количество фрагментов, отпечатков или даже целых остатков обменелостей самых разных организмов. Здесь и довольно-таки крупные головоногие моллюски, а такие раковины могут быть и несколько метров в длину, и непривычные для нас ракушки-брахиопод, и морские пузыри – это такие глокожие, и, конечно же, очень-очень древние представители типа шинистоногих, а именно трилобиды. Дело в том, что стены нашего центра, как и многих других зданий в Санкт-Петербурге, облицованы ордовикским известняком. Что такое ордовик? Ордовик – это такой период в истории Земли. Соответственно, длился он примерно, начиная с 488 миллионов лет тому назад, и где-то до 444-43 миллионов лет тому назад. Это, конечно, цифры, но представьте себе, что это было очень и очень давно. Так вот, настолько древних организмов мы можем с вами понаблюдать, просто идя от дома к станции метро. Или в самом метрополитане, где, кстати, говорят, мы можем наблюдать огромное количество спилов, шлифов, всех этих окаменелостей, на самом деле, часто это бывает красиво. Для Питера такого проекта нет, а для московского метрополитана создан даже атлас окаменелостей. московского метро. Такая штука есть, на нее можно полюбоваться в интернете. Так вот, посмотрите на всех этих замечательных созданий. Каждая из них вполне могла попасть в вашу стенку. И, может быть, там у вами в окаменевшем виде встречена. На рисунке представлена геохронологическая шкала. И, в частности, здесь изображен даже иордовикский период. Вы можете оценить, еще раз говорю, что это было почти полмиллиарда лет назад. Когда люди говорят о бескопаемых, обычно сразу вспоминаются какие-нибудь динозаврики. Так вот, те существа, о которых пойдет речь сегодня, к моменту появления динозавров, уже давным-давно появились. Несколько сот миллионов лет процветали и успешно с концами вылили. Но, тем не менее, отставили нам некоторые подсказки, которые позволяют понять, как они жили, на что они вообще были похожи. И еще много всего другого тоже понять. Как я уже говорил, мы можем встретить подобные окаменевости прямо рядом с домом. Но, на самом деле, огромная часть Ленинградской области стоит фактически на большой звездковой плите. И в некоторых местах, где добывают камень или где протекает крупная речка, прямо ордовикские свои известняка выходят наружу. И мы можем к ним подойти и что-то там посмотреть или поискать. Мы с детьми очень любим ездить в каньон реки Лава. Это заповедник, это охраняемое место, невероятно красивое, со своей очень хитрой флорой и фауной. То есть набор растений и современных животных там тоже невероятно любопытный. И, конечно же, заодно можно посмотреть окаменевости. Естественно, разбивать эти склоны молотком или искать их активно там запрещено, и этого не надо делать. Но всю работу за нас в данном случае сделала река. Она успешно вымыла многое и сложила прямо нам под ноги. Собирать это, конечно же, никто не мешал. Ну или Путиловский карьер. Там, конечно, не так красиво, зато там никто не запрещает работать кувалдой и молотком. Только сколько нам захочется. Так вот, мы говорим про период почти полмиллиант лет назад, Путиловский период. Для тревопитов это далеко не начало. Это период их максимального расцвета, максимального взлета, огромного разнообразия и невероятной красоты формул. Например, представьте себе этого замечательного педасписа. А еще заодно попробуйте представить, что вот это добывается в куске плотного-плотного известняка, а потом препарат должен многие месяцы сидеть, и сначала каким-то отборником, потом иголкой, по каждой иголочке, по каждому шипику вот этого существа из известняка вынимать. А, например, он какого? Это несколько сантиметров длиной, без учета шипов. Но в данном случае они очень тонкие, хрупкие, постоянно ломаются, и приходится их приклеивать назад. То есть это месяцы работы невероятного класса профессионала, даже не то чтобы ювелирной точности, а такой точности, которой любой ювелир, конечно же, позавидует. А вот такие жучайшие монстры жили уже полмиллиарда лет назад, там, где сейчас, так сказать, живем мы. Но, как я уже сказал, это не было началом. Первые окаменелости трилобитов появляются уже в кембрийских слоях. В слоях, которые образовывались больше полмиллиарда лет назад, примерно 540 миллионов. И почти сразу трилобитов появляются две большие и живущие совершенно в разных местах группы. То есть, опять же, первые окаменелости мы видим тогда, но понятно, что предки трилобиты жили раньше, причем намного раньше. И по самым смелым предположениям, первые трилобиты могли появиться около 700 миллионов лет тому назад. То есть, действительно, очень, очень давно. Но первыми членами, многими они, скорее всего, все равно не были. Дальше я немножко поиграю в капитана очевидность. К сожалению, вопрос о том, являются ли насекомые животными, или трилобиты животными, задается с большой частотой, поэтому я отвечу на него сразу. Да, разумеется, трилобиты относятся к царству животных и к типу членистоногих. Самому замечательному типу, который, как сотни миллионов лет тому назад, начал процветать и захватил все возможные ниши, так и процветает до сих пор. Как вы понимаете, огромное большинство обитающих на нашей планете животных, это те или другие членистоногие. Земля – это планета членистоногие. Ну, саранча, я думаю, все очень видно, да? Там написано такое, саранчевое, которое маркирует собой тип. Он же тип артропода. Так, здесь есть кнопка указки, красная, да? Ну, вот она, соответственно, саранчушка. И тип артропода, членистоногие. Очень хорошо, трилобиты давно выбрали. Каким образом мы вообще можем понять, что они родственники современных членистоногих? Почему и за что? Мы относим их к этому типу. Тут все очень просто. Кстати, к слову о систематиках, которые все уже ждали здесь буквально 10 минут назад. На самом деле, систематики не занимаются тем, что обзывают по-разному животным или других животных организмов. Это не их задача. Систематики смотрят, в каком порядке, как и когда, и кто от кого происходил. Они фактически строят эволюционное древо. И строят они его, используя определенные признаки. Поэтому, если мы говорим, что древо пинчинь нестоногая, то любой биолог сразу из этого поймет некоторые черты его характеристики. Прежде всего, это, конечно же, тело, поделенное на сегменты, характерное не только для членистоногих, но и для них в частности. Мы можем это прекрасно наблюдать. И, разумеется, хитин, содержащий скелет. Обычно говорят хитин, увы. Хитин – это, извините, просто одно вещество. А в кутикуле членистоногих их тысячи. И потом, в разных членистоногих она устроена тоже очень и очень, конечно же, по-разному. Так вот, трилобитов, хитин, содержащий экзоскелет, был пропитан солями кальция. Поэтому, если взять, например, замечательную книжку Личарда Форти, «Трилобитов, свидетели эволюции», там было написано про кальциевый скелет. Это не совсем так, но солями кальция он пропитан действительно был. Такое упрощение имеет место быть. Так вот, хитин, содержащий экзоскелет, и тело, поделенное на сегменты. Далее, присутствие глаз. Глаза много у кого есть, это совершенно разные у разных животных конструкции. Здесь глаза типичнейшие для всех членистоногих. Сложные фасеточные глаза с множеством маленьких линзочек. Глаза, сегментированное тело, антенны, которые мы называем обычно усами. Вот они. И, конечно же, членистые ноги. Здесь есть одна проблема. В 99% случаях от трилобита ничего, кроме прочных, мощных щитов экзоскелета, не оставалось. Никаких ног. Сколько ни бери самых сохранных трилобитов, сколько ни шлифуй их, сколько ни пытайся эти ноги добыть, все равно ничего там нет. И почти век исследования трилобитов так и не завершился. Находка их ног. Но потом все-таки обнаружили. В случае, когда трилобитов погребало под толщей осадка настолько быстро, что бактерии ноги съесть не успевали, они действительно находились. Ну а верхушкой изучения ног вершины стало обнаружение вот этого замечательного вида, триартус итани, который просто обитал в малокислородных условиях, и бактерия ничего не обломилась. Ножки заместились перитом и стали вот такими замечательными золотыми. специально для того, чтобы мы могли посмотреть, как они когда-то были устроены. Штука с трилобитами интересна еще одним. Такое впечатление, что какой-то древний демон мешал специализации конечностей трилобитов, поэтому ни у кого из них вроде бы не появлялось ни челюстей, ни специализированных других ротовых конечностей, ни органов чувств, сделанных из ног. Ну, такая работная аудитория, разумеется, знает, что в шместоногих вообще обычно все сделано из ног. И челюсть какого-нибудь рака или таракана, и хелицеры паука, и антенны того же самого рака, это все видоизмененные конечности. Так вот, трилобитов ничего такого не происходило. А как мы можем понять, если ног обычно не сохранилось? А очень просто. Среди нескольких десятков, у которых ноги все-таки нашлись, есть формы совершенно разного систематического положения. Это репрезентативная выборка. То есть, по трилобитам из разной группы, групп такого разброса, мы вполне можем судить, что, скорее всего, специализации просто не было. Зато вот эти экзоскелетные щиты достигали невероятного разнообразия форм. И трилобиты могли жить в очень разных местах. Сразу скажу, что достоверно про их экологию, редко что-то можно сказать. Почему? Потому что все рассуждения строятся на сравнении трилобитов с некими современными живущими формами мученистоногих. Экспериментально подтвердить их реопроверенность очень сложно. Можно строить правдоподобные гипотезы или менее правдоподобные, но окончательно доказать здесь, конечно, ничего не получится. Так, давайте посмотрим на триатруса. Тут они чуть ближе. Мы видим, опять же, антенны, фасеточные глаза, сегментированное тело и много ног. Штука в том, что ножки у триатруса более-не менее одинаковые. И каждый такой ногой он мог пережевывать пищу, он, разумеется, мог ходить или плавать, и каждая такая нога унесла специальный дыхательный вырост. То есть, получается, это швейцарский перочинный нож, которому можно делать все что угодно, но каждая из, в кавычках, функций, биологи не всегда любят это слово, выполнялась не слишком эффективно. Не слишком эффективно. Специализации конечностей не происходило. Здесь мы вплотную подходим к тому вопросу, зачем вообще людям, изучающим членов, знать про трилобитов. Сейчас трилобитов сближают либо с базальными хелицеровами, либо, наоборот, с какими-то примитивными челюстными. Короче говоря, с кем-то сближают. И не говорят про них, что вот одни, где, так сказать, произошли все остальные членистоногии. Тем не менее, по отсутствию специализации, по отсутствию настоящих отделов тела, а выделение отделов тела у членистоногих обычно, основано на том, как работают их конечности. Например, голова – это то, где сидят конечности органов чувств и конечности ротового аппарата. Грудь – это тот отдел тела, конечности которого отвечают за передвижение. Голова-грудь совмещает обе функции и так далее. Так вот, по отсутствию этой специализации, по мультифункциональным ногам, которыми можно делать все подряд, трилобиты похожи на гипотетического предка членистоногих. Да, это не предок, но предок, видимо, был на это похож. Зачем вообще трилобиты используются людьми? Конечно же используются. И не только для красоты. Во-первых, часто трилобиты были массовыми видами. И соответственно захоранивались прочные скелеты тоже массово. Один вид мог жить, занимая порядочный ареал, и мог жить относительно недолгое время. Найдя в слоях неизвестного возраста останки таких трилобитов, мы четко и сразу же можем сказать, что разумеется, возраст этого слоя. Трилобиты – это одни из типичных руководящих отыменевостей, по которым геологические слои хорошо датируются. Это раз. Два. Трилобиты, как я сказал, достигали великолепного разнообразия. Это десятки тысяч видов. А когда некоторые виды современных обезьянок видят что-то красивое, блестящее, разнообразное, что они делают? Они тут же тащат это к себе в домой и ставят в большой блестящий шкаф. Подсвечивают лампочкой, любуются и радуются. Здесь я намекаю на то, что трилобиты – это объект коллекционирования. Коллекционирование, а соответственно и мощнейшей коммерции. Если мы зайдем на eBay и введем, так сказать, в запрос трилобайт, нам тут же выпадут тысячи и тысячи находок. Как только речь заходит о коммерции и коллекционировании, естественно, появляются люди, которые желают заработать денег, хотя сами найти трилобитов люди не могут, либо не хотят, либо им просто лень. И такие люди начинают этих самых трилобитов подделывать. Это, собственно, обе нижней иллюстрации. Это фейковые трилобиты, подделка. Бизнес чрезвычайно популярный, например, в Марокко. И, соответственно, присутствуют и в интернете, и уже даже и на бумаге методики, как эти самые подделки трилобитов можно различать. То, что на мой взгляд, очень интересная штука – поддельная окаменелость. Я никогда бы, так сказать, не вникли я в это чуть подробнее, не догадался бы, что так вообще можно. Но, тем не менее, собственно говоря, здесь довольно грубая подделка, которую можно отличить сразу и внешне, а здесь подделка более серьезного уровня, которую исследователи специально распилили, для того, чтобы показать, что это подделка. Ну, вот видно, собственно, как на настоящий известковый камень была наклеена модель трилобита, сделанная частью из породы, частью из пластика. Ну, не знаю, с чем как-либо на этом. Вот такие интересные истории. Дальше. На данный момент, поскольку знание трилобитов и их устройства довольно действительно важно для понимания эволюции всего типа, мы с Кружком разрабатываем трилобитный практику. Что это значит? Ну, это значит, собираем просто-напросто образцы, стараемся поучить их со всего мира так, чтобы представить максимально разнообразно трилобитов, какими они были. Не так давно вышла в печать научно-популярная книга Ричарда Форти «Трилобиты. Свидетели эволюции». Поскольку Форти по трилобитам большой специалист, пересмотрел их великое множество, а также любезно написал главу парад трилобитов про то, какие они были, отобрав те виды, о которых говорить интереснее всего, то и практику было решено основать именно на этой главе книги. Кстати говоря, книжку всем рекомендую почитать. Написана очень просто, красивым, художественным языком. Читается как фикшн в пользу гораздо больше. Ну, давайте попробуем посмотреть, какие они были, и что, собственно говоря, мы пытаемся собрать в нашем практике. Здесь представлены кембрийские трилобиты, три вида кембрийских трилобитов. Плюс-минус 500 миллионов лет, соответственно. Трилобит Алинеус. Маленький, не имеющий специальных лицевых швов для линьки, которые облегчали линьку, его более продвинутым сорочным. Небольшой образец, довольно распространенный и любопытный еще тем, что иногда, анализируя форму тела этого трилобита, от него пытаются вывести напрямую мечехвостов и, соответственно, хелициров. Ну, это тоже спекулятивная теория споров, вокруг него, конечно, очень много. Дальше, наоборот, гигантский трилобит, до 40, извините, не изменяет, парень сантиметров размера. Даже по форме тела можно сразу сказать, что существо такое, мало того, что хищное, видимо, большинство их было хищными, но еще и хищник высокого порядка, то есть способный атаковать относительно крупную дому, еще и заживать ее своими ногами. Выступ на головном щите, который называется голобей, очень стутый, большой, видимо, под ним располагался могучий желудок, который позволял эту большую добычу заглотить. Ну, здесь действительно видимо, потому что этого желудка никто, конечно, никогда не наблюдал и, скорее всего, не будет. Так называемые агностики, кстати, единственные трилобиты, у которых ноги устроены все-таки чуть по-другому и которых, поэтому, иногда даже выкидывают из трилобита в целом. Существа миниатюрные, но невероятно массовые. Вот этот гороховый суп, это и есть останки агностус пизиформис, гороховидного. Тоже окаменелость, которая позволяет проводить датировку и позволяет наблюдать, сколько массовыми видами это могли быть. Питались, видимо, планктоном и, соответственно, умели его ловить, умели плавать. Но, собственно, агностусы чуть крупнее. Всего два туровищных сегмента, полностью слепые, в отличие от верхних двух трилобитов, миниатюрные трилобитики. Дальше возвращаемся в Ордовик. Плюс-минус трамвайная остановка 450 миллионов лет назад. Гигантский трилобит изотелиус. Ну, видно, что эта кикаменюка такая очень солидная. Видно? Видно. Изотелиус-рекс до 70 сантиметров длиной. 70 сантиметров. Это гигантская чинистоногая. Но, в принципе, сейчас есть чинистоногие покрупнее. А уж в древней эпохе были и тем более. Вот более скромный изотелок гораздо лучшей сохранности изотелус. Ну, видно, что у него типичное строение трилобита. Головной щит с глазами, как положено, туловище с того щита. Близкородственный изотелусу трилобит Агигиа Коррелла. Сегодня мы его посмотрим просто вот как он есть. У нас в практике уже есть эта окаменелость, поэтому я вам смогу его показать. Агигиа Коррелла интересна тем, что это первый трилобит, который был упомянут в относительно научной литературе. Дальше видим великое разнообразие ордовикских трилобитов. Симпатичный трилобит тринуклеус. Тринуклеус в переводе означает три ядра. Видно, что у него на головном щите действительно три больших выступа. Еще более интересен он наличием вот этого ободка вокруг всего головного щита, который был нужен, непонятно зачем. Никто, высказываясь, этого не знает и не узнает никогда. Скорее всего. Дальше еще один очень интересный трилобит. Трилобит циклопиги. Это сильно увеличенная фотография. На самом деле, вот этот трилобит любопытен историей изучения связи облика животного с его образом жизни. По его огромным глазам, по наличию следов от мощной мускулатуры в туловище, по его обтекаемости и по результатам реальных экспериментов с моделью в гидродинамической трубе было выявлено, что этот трилобит активный плавец. Если остается минутка, потом можно показать вам видео с реконструкцией его. Плавали такие животные на спине, питались опять же планктоном и зачастую достигали огромной численности. А вот здесь, чтобы виден был масштаб, наш миниатюрный относительно, но не тренуклиус, но близкий его родственник. И вот трилобит циклопиги. Видно, что он совсем крошечный. Ну, действительно, размером с пчелу или что-то около того. Далее. Своего рода бронированный, бронебоидный трилобит или ленус. Такие трилобиты могли сворачиваться в шар, который был фактически непробиваем для противника. Очень скользкие покровы, до сих пор скользкие даже на окаменелостях. Сворачиваться умеет такой колобок, что развернуть, так сказать, было очень тяжело. В глаза кусать опять же бесполезно, потому что линзы глаз у трилобитов были сделаны из кристаллов кальцита. Глаза у них были ничуть не менее жесткие, чем все остальное. Не прокусишь. А, кстати, трилобитов таких тоже можно посмотреть в Ленинградской области. Так, переходим в следующий период. Силурийский. И здесь у нас только один трилобит, классический трилобит, кальмена. Массовые находки. Распространенность такая, что во всех учебниках, если речь идет о неком абстрактном сферическом вакууме трилобите, то рисуют там всегда именно кальмена. Ну, трилобит целинистатистический, да, вот такой. Дальше. Еще один. Расцвет перед упадком, назовем это так. Период расцвета трилобитов. Девонский период. Девонские трилобиты очень часто известны нам по нахождениям в Марокко. Вот, посмотрите чисто визуально на их разнообразие. Опять же, линия защиты, которая характерна и для современных, членостановых тоже. Огромное количество шипов. Такая зверюга сидит на субстрате, и снять ее с этого субстрата совершенно невозможно. Массово и современные членостановки к такой защите прибегают, конечно же. Называется радиаспис. От слова луч. Ну, понятно. Лучи шипы. Далее, замечательный отряд трилобитов флакопида. Вот этот вот зверик называется, соответственно, флакопис. Чем он замечательен? Ну, во-первых, опять же, у некоторых из них известны ноги в сохранном состоянии, а во-вторых, замечательен он своими изумительными глазами. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии снизу увеличенное изображение глаза такого трилобита. Видно, что если у обычных трилобитов глаз состоит из повеликого множества маленьких фасеток, то у этих отдельные линзы, наоборот, очень большие, круглые, и отделены друг от друга здоровенными промежутками. Кажется, что если посмотреть на мир через такую линзу, то результат будет примерно объектив рыбий глаз. на самом деле, американские экспериментаторы отпилили, отшлифовали отдельную линзу и использовали ее для того, чтобы изготовить фотографии нескольких зданий и скульптуры. Так вот, результаты были следующие. Здания и скульптуры вполне узнаваемы. Вполне узнаваемы. То есть, сферической операцией такая линза почему-то не дает. На самом деле, все оказалось очень хитро. Если, как я уже говорил, линза в основном состоит из кальцита, то в линзах фокопит есть специальная вкладка, богатая соединениями магния, у которого совсем другие характеристики проломления света. То есть, это штука, в которую встроен специальный механизм для борьбы со сферической операцией. Вот такое суперское, очень интересное зрение. Ну и глазки красивые просто. Здесь еще один замечательный представитель фокопит, тротопс мегаломали, вы сможете полюбоваться на него суровой же пасткой. Очень хочется сказать брови, извините, скажу, не удерживаюсь, не воспринимайте это как биологическую ошибку. Огромное количество шипов и вообще весь его брутальный облик. Еще немножко демонских трилобитов. Ну вот, по этой звевушке с обтекаемой формой тела, с огромной вздутой опять же голобелью, порядочным размером, длина там до 10 см, можно сразу сказать, что опять же это хищник. Так и называют киллер горталоцефалюс. То есть трилобит убийца. Ну, одна из марокканских тоже очень интересных окаменелостей. Трилобит скутельюм. Скутельюм в переводе щиток. Действительно плоский, умеющий, видимо, умевший приставать намертво к субстрату, возможно, обитавший на каких-то каменистых грунтах. Опять же, и сейчас мы можем наблюдать множество ракообразных насекомых да кого угодно, которые умеют приклеиться чему-то намертво, так что гигантские бугристые лилихосы и, наконец, жуткий шипостый монстр камура. Опять же, линия защиты множество шипов. Такое съесть было бы очень тяжело. Хищник бы, наверное, просто подавился. Здесь мы заканчиваем с Дионом и переходим к самым последним переводам. На самом деле, после Диона разнообразия их ничтожно мало, остается всего лишь один отряд маленьких, в общем-то, относительно похожих друг на друга тревомитов, который полностью вымирает к концу пермского периода. На самом деле, кажется, что жили тревомиты всего ничего, а если задуматься, то даже окаменелости известны за почти 300 миллионов лет. То есть, на самом деле, проживут ли столько же какие-нибудь млекопитающие, выяснить предстоит еще через 240 миллионов. Ну и здесь вы можете видеть красиво тревомита Филипсия и одного из последних тревомитов Дитома Пиги, тревомит Пермского периода. А почему, так сказать, вообще не хочется ограничиваться вот этим практиком? Очень просто. Например, в Ленинградской области, ездя с детьми на ту же самую лаву в Путивово, можно найти вот такого шипастого зверяга. Это не компьютерная графика, не изображение. Это действительно вот такая окаменелость. Опять же, сколько лет ее отскребали это делали, но, согласитесь, она великолепна. Раз. Два. Некоторые ключевые для понимания устройства тревомита виды тоже все-таки в книжку, в эту главу книжки Форти не вошли. Вот, например, Триартус, у которого ножки. Три. К сожалению, не все виды, они собраны в двое парад тревомитов со всего мира, просто-напросто нормально доступны для того, чтобы их показывать. Некоторые, большая редкость. Вот тревомит, Паладин Транзилис тоже тревомит каменноугольного периода, очень поздний, очень красивый, которого найти вполне реально, в отличие от многих других. И, наконец, иногда в ископаемом виде сохраняются не только сами животные, но и какие-то следы от них. В биологии принято такое правило, что следы от животных получают такие же имена и названия, как и обычные животные. То есть, как ни странно, видя совершенно обычное биологическое название Круциана, мы не сразу понимаем, что речь идет не о живом существе, а о следе от ползания тревобитов по илу. Так вот, на мой взгляд, ничуть не менее интересно, чем изучать самих по себе тревобитов следов. От них тоже, кстати, сохранилось немало и ползающих тревобитов, и тревобитов в состоянии покоя, и даже тревобитчих норм. что очень любопытно. И, наконец, если нам хочется вживую, ну, совсем вживую посмотреть, на что это вообще было похоже, то тут у нас есть бесценные помощники среди современных ракообразных. Это щитни, разные виды щитни. Ракообразные, населяющие временные водоемы, заслуженно называемых живыми ископаемыми. У них, конечно, есть все черты нормальных ракообразных. Есть две пары антенн, уже есть челюсти, уже есть ротовой аппарат и специализация конечностей. Но, тем не менее, множество ног щитня, множество ног щитня и выглядят, и работают точно так же, как, видимо, в свое время работали ножки тревобитов. Поэтому, если кому-то хочется посмотреть на тревобиты вживую, можно включить чуть-чуть воображение и завести себя к варьому со щитнями. На этом теоретическая часть закончена. Сейчас я призову вас сделать две вещи. Ну, во-первых, я, конечно же, приглашу вас в гости к нам в центр, если хочется услышать про каких-то других живых существ или какие-то другие лекции биологической тематики. А занимаемся мы от жуков домолекулярной биологии, разные игрушки. И, во-вторых, я приглашаю вас посмотреть тех тревобитов, которых я принесу. Спасибо. 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 Спасибо.